Продолжаем мы с вами наш диалог, нашу какие-то встречу. И, конечно же, мы пытаемся услышать, понять и что-то принять то, о чем мы с вами пытаемся говорить. Мы делаем попытки, усилия. И когда Господь это благословляет, наше усилие, начинание, то тогда происходит встреча, тогда происходит понимание. Тогда действительно есть результат, который меняет нас и меняет нашу жизнь. Смысл всего, о чем мы с вами пытаемся говорить, чтобы понять, что мы зависим от Бога полностью. А мир показывает, что мы сами должны построить своими руками, своими мозгами, своими знаниями. Построить жизнь, правильно построить ее, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы. Как там в одной песне, где бы мне счастье украсться, да. Вот бы украсться, да. Но не украдешь, понимаете, да. Поэтому для того, чтобы правильно понять, правильно идти в правильном направлении, нам нужно смириться. А это очень трудно, понимаете. Опять же, мы своими силами здесь ничего сделать не можем. Потому что гордыня – это наша природа, природа греховная. Но, к сожалению, во грехах рождается человек, получая наследие наших праотцев. И, конечно, храм, святая церковь – это место, наверное, это роддом, где люди рождаются для новой жизни. Где люди пытаются учиться по-другому, по-новому смотреть на всю свою жизнь, на все обстоятельства своей жизни. И почему по-новому? Потому что во всем этом они должны видеть не случайность, не совпадение какие-то, не везение или невезение, а видеть промысел Божий. То есть то, что произошло в раю и грехопадение нашего праводца, да, и это последствия, которые влияют на нашу жизнь, потому что нам дана эта жизнь, но природа, она уже испорчена грехом, нам здесь нужно действительно заново родиться. Заново родиться. Как может человек родиться стар, уже в возрасте? Разве это можно? Это же евангельский Никодим когда говорил, да, со Спасителем. И вот как раз здесь действительно надо правильно понять вообще смысл того, почему мы пришли в храм или для чего нас Господь привел в храм. Потому что если мы этого не понимаем, да, мы живем чисто эмоционально. Да, вот благодать меня коснулась, да, и человек, ух ты, так есть еще другая жизнь оказывается. Ух ты, понимаете, можно увидеть все светлое, чисто. Ух ты, понимаете, смотрите, какие все красивые, да. Как же я этого не видел, столько лет жил, ничего не видел, да. И у человека, понимаете, такая приходит, такое вдохновение, он так уже, понимаете. Я говорю про себя, может быть, у вас такого не было. Я говорю, ой, как вообще здорово, вообще, это жизнь, я же еще не жил. Вот сейчас я заживу, все, все будет хорошо, все будет, да, все будет хорошо. Но это было, это дар Божий, это тот момент, когда человек открыл глаза, а потом эти глаза закрылись. Когда ты был с открытыми глазами и видел во всех и во всем Бога, когда в твоих глазах был свет любви, и этот свет отражался на всех, конечно, тебе было хорошо, и вопросов никаких у тебя не было. И не могло быть, потому что в тебе была полнота, в тебе был Бог. Но когда глаза твои закрылись, и закрыли глаза грехи, которые остались в тебе, и которые во время благодати эти грехи, они, как бы сказать, они не могут человеку помешать. Вот эта благодать Божия, она сильнее греха. Бог победил грех, любовь Божия победила смерть, а грехи – это смерть. А потом, понимаете, эти грехи, они опять, если человек не хранит, то он теряет. Если человек не благодарит, то, конечно же, все то, что он получает, он оставляет. И поэтому, конечно же, вот мы с закрытыми глазами, мы уже понимаем, что тут мы видели все светло, ясно, а тут уже ничего не видим. Туман греха. И нам приходится на ощупь, понимаете, находить путь, маленький путь, а грех обманывает и говорит, надо туда, там попроще, надо сюда, надо еще куда-нибудь, понимаете. Но только не за Христом, потому что путь за Христом, он, конечно же, очень трудный, узкий путь. И поэтому вот мы здесь, в храме, так пытаемся, понимаете, понять это не только теоретически, но попробовать и практически жить, руководствуясь главной задачей нашей жизни. Понимаете? Главной задачей. Потому что не может быть 10 главных задач, понимаете, жизни. Должна быть главная задача. И этой главной задачей нашей жизни мы должны подчинить все остальное. Иначе, понимаете, невозможно кесарю и мамоне служить, понимаете. Невозможно искать для себя удобств и каких-то выгод и говорить, что я иду за Христом. Это невозможно. И часто мы пытаемся вот эти понятия совместить и не отсекаем грех и не отворачиваемся от греха и говорим, что можно и так, и сяк, ну, может быть, как-то, я такой слабенький, я пока не могу. Ну, может быть, действительно мы пока слабы, может быть, мы пока действительно это не можем. Но главное, чтобы мы с вами не оправдывали свой грех, не оправдывали свою слабость, не говорили, что так и никак по-другому. Понимаете? Когда человек это говорит, то мы упираемся в стену. Тупик. Нету дальше пути, да? А разве это у Бога? Это от Бога? Ведь Бог говорит, я есть путь и истина, начало и конец. Иди за мной. А причин будет много, чтобы мы себя оправдали. А причин будет очень много, чтобы мы были не себя видели, а видели все вокруг. И знали все вокруг, кроме себя. А Царство Небесное внутри вас есть. И поэтому, конечно же, мы должны быть на связи. И связь бывает разная, понимаете, с Богом. Бывает, вот где-то, вот мы говорим, что сейчас, наверное, уже везде эти все вышки, чтобы вот люди с такими телефонами мобильными, они хорошая связь, слышим друг друга, все разговариваем. А где-то в другом месте нет, нет связи, понимаете. Надо куда-то, я помню, в лесу где-то там, где-то надо было узнать. Надо на какую-то сосну лезть или на елку, чтобы, ну, надо позвонить. Ну, что делать, понимаете? Нету связи, понимаете. Ну, нету и нету, понимаете, ладно. Но если нам нужна эта связь, если мы понимаем, что если нету связи, то мы вообще, куда же мы пойдем с вами без этой связи, понимаете. Доверять себе, ну это, наверное, безумно Потому что в тебе живет грех И тебе хочется на 90, может быть, 8%, а может быть и больше То, что может быть тебе и не полезно Потому что Царство Божие нудится И поэтому, конечно же, нам приходится себя заставлять А заставлять-то иногда надоедает И ты себя начинаешь жалеть Ну сколько можно, понимаете? Ну всю жизнь, все время себя заставляешь Все время смиряешься В какой-то момент ты думаешь, все, я уже просто не могу И где результат? Вот сейчас вот я иду, и подходит один брат с подборья Потом еще два брата с подборья По 7 лет уже на подборье, понимаете? И одна и та же пластинка Человек, вот сейчас привез его священник одного Валялся, говорит, ну умрет человек, пропадет Ну что происходит, понимаете? Я же уже знаю, понимаете, это уже много лет Что будет дальше, понимаете? Какая будет дальше песня? Дальше будет песня такая, что человек Отоспится, отъестся Все эти синячки пройдут И он опять же начинает всех осуждать И главное не трудиться духовно, понимаете? И это будет опять повторяться и повторяться И повторяться и повторяться И что делать, конечно, понимаете? Что делать? И это не только там с братьями с подборьями Это с каждым человеком, понимаете? Вот он приходит к Богу Да, Господи, я каюсь в этом Я говорю, ух ты, какое слово высокое Каюсь Вот мне бы в чем-нибудь покаяться Для меня это как космос, это слово Каюсь, понимаете? Потому что покаяние Это уже изменение жизни А я не поменялся Я надеюсь, что Бог меня поменяет Я надеюсь, что, может быть, мое какое-то понимание Что так нельзя жить Что надо жить по-другому Приведет меня когда-нибудь Может быть, в конце моей жизни К покаянию по-настоящему Я просто могу рассуждать пока, понимаете? Что плохо, что хорошо А не говорить, что я каюсь Каюсь, покаюсь Все, аминь Ну это, опять же, тоже непонимание Вообще того слова покаяния Что оно в себе несет, понимаете? Поэтому нужно трудиться Нужно действительно Не витать в облаках А опускаться на землю Но на земле искать Бога На земле На земле своего сердца На земле, понимаете? В той жизни Которая вокруг тебя И в тех отношениях, которые с тобой Понимаете? Потому что мы Делая одни и те же ошибки И оправдывая себя У нас нету Мы тратим время И оно уходит Без плодов Порождение ехидного Кто сказал вам бежать От грядущего гнева? Сотворите плоды Достойные покаяния И нам эти слова, конечно Очень Неудобны Как это я Порождение ехидного? Я хороший человек Тут кругом меня, понимаете Такие вообще А я не хуже Я лучше Я не виноват Это они виноваты Вот если бы не они Так я был бы другой Если бы не этот муж Объелся груш То я бы, конечно, да А то что с ним С пенчугой? Куда тут жить? Это вообще невозможно С ним жить Какая с ним жизнь? Если бы мне попался Принц такой Добрый С деньгами С большими Без бюджетных привычек Чтобы он меня любил Понимаете Все, что мои желания Вот я бы тогда бы Была бы Очень святой человеком Очень А тут, понимаете Ну что? Ну что? Ворчливый Скупой Вообще Вообще И вида никакого нет Понимаете? Ну что это за Какой-то Вот люди Вот есть действительно Богатыри А тут, понимаете Ни то, ни сё Понимаете? Непонятно Ни рыба, ни мясо Вот так мы себя Так себя жалеем Так мы себя оправдываем И не ценим то, что имеем И теряем то, что имеем И разрушается И страдаем сами Страдают другие Страдают дети Любовь То любовь до гроба То потом уже развод по-итальянски Вот и вся наша любовь Понимаете? Разве может человек любить Кого-то любить Хоть одного человека Если он живёт Как эгоист Если он всё строит Под себя Это просто сказки Понимаете? И поэтому приходит Одна Один развод Второй развод Третий развод Понимаете? Вот так я смотрю Я всё время в каидоскопе Вот этих, понимаете Жизненных отношений И потом ещё пишут люди Я пытаюсь отвечать Ещё На вопросы И это, понимаете Ужас Понимаете? Ужас Вот кажется Складывается такая картина И в этой картине Понимаете? Нужно всё-таки Не терять Доверие к Богу Понимаете? Потому что иногда Это очень сильно Придавливает Потому что ты видишь Страдание Понимаете? И бессмысленность Многого Того, что человек Чем человек живёт И что человек вообще хочет Потому что он Не смирился Он пришёл в церковь Он и лоб крестит Понимаете? Но он оправдывается В себя Он не растёт Он не развивается Духовно А время Бежит быстро И поэтому Хотелось бы Чтобы мы были Всегда на связи Чтобы мы не боялись И не Не унывали Когда связь прерывается Всё равно Бог нас слышит Может быть она Мы не слышим Да? Мы В каком-то В каком-то таком Находимся В полосе Где не принимается Да? Наш Наш сигнал Но Бог-то нас видит И вот надо Понимаете? Вот мы Живём Да? У нас Даже Не то что Нежелание Отторжение Это потом Не тогда Когда у тебя благодать А когда благодать уходит Ты себя жалеешь Понимаешь? У тебя внутри Вообще неизвестно Что А ты должен Улыбаться Говорить Христос воскресе И это правильно Понимаете? Это правильно Это не Не обман Это борьба Я не хочу Ныть Я не хочу Быть смурным Я не хочу Быть неблагодарным Я Не вижу сейчас Ничего Да? Может быть Многого не вижу Я не понимаю Вообще ничего не понимаю Что происходит Но уже чем дальше живёшь Тем больше не понимаешь Вообще И вообще Это Мне кажется Очень важно Не понимать Но верить Что Бог Всё рядом И что Он Всё Управит Когда ты начинаешь Всё Что с тобой происходит Что происходит С твоими ближними Пытаться Разобраться А в мозгах У тебя Нету Чистоты А в сердце Нету мира Когда ты в обиде Когда ты в унынии То что ты В чём ты разберёшься Что ты надумаешь Кто тебе будет диктовать Конечно же не Бог Хотя бы вот так Понимаете Хотя бы начинать с того Что вот если у меня Какое-то состояние Настроение Да Какое-то вот Я вот как-то живу Да И мне Понимаете Плохо Да Вот Ну я Я по себе говорю Ну вот Очень часто Я вижу Очень Ну Не хорошее Плохое Да Я вижу Ой Эти сёстры Но это уже Вообще Ужас Понимаете Я вижу Конкретно Что Зачем мы создавали Этот монастырь Потому что Ну что Собрались люди Которые Никто не хочет Смиряться Понимаете Как дьявол Дальше ведёт Да И вообще Всё это так Понимаете Настолько Настолько Всё это Настолько Это всё Неправильно Настолько Это всё Фальшиво Да А на самом Деле Понимаете Вот Вот я вам Делюсь Вот у меня Такие И мысли эти Входят Да И они Разрушают И ты Видишь Безобразие Человека И ты Если ты Этому поверишь Себе То ты Уже На крючке Да Вот этот муж Да Ну или жена Это Вообще Ужас Вот бы Куда И ты Этому поверил Эти дети Какие дети Ужасные Дети Чьи эти дети Мои Или не твои Да Эти Да Эти Родные Эти Эти Начальники Понимаете И ты Этому поверил И ты Уже Проиграл Знаете Ты уже Проиграл Поэтому Вот понимаете Что Я понимаю В каком я Находится Я уже знаю Что вот Вот это Сейчас мне Плохо Понимаете Мне плохо Потому что Я вижу Плохое Потому что Я Мне хочет Враг Мне хочет Доказать Что все Плохо Враг Мне хочет Обмануть Но я Но я Не хочу Быть Игрушкой В руках Дьявола Я Иди от меня Сатана Да Я не хочу Верить Греху Который Живет Во мне Я не хочу Верить Своим Глазам В которых Уже Нету Света Я Не хочу Это Неправда Понимаете Вот это И есть Наверное Такое Вот Распять Себя Я Такой Я Это Вижу Я Это Ощущаю Я Это Проживаю Но это Неправда Я С этим Не соглашаюсь Я Знаю Что Бог Красивый Что Бог Любит Меня И что Бог Любит Всех Людей Которых Я Сегодня Вижу Некрасивыми Я Думаю Что Бог Любит Моего Мужа Который Мне Уже Настолько Надоел Моих Близних Которые Настолько Понимаете В каком То Состоянии Таком Кажется Что Меня Не Ценят И вообще Уже Я Ничто Для них Я Не Верю Себе Потому Что Я Сейчас Идет На Меня Нападение И я Должен Выстоять Я Должен Победить Бог Должен Во мне Победить А Легко Ли Это Сделать Понимаете Когда Все В тебе Внутри Говорит За грех Что Все В тебе Говорит На то Что Ты Должен Обидеться Что Должен Заунывать Что Должен В конечном Счете Эта Обида Эта Уныние Кончается Тем Что Бог Меня Обделил Чем-то Это Все Идет От Человека От Образа К Первообразу Это Все Идет К тому Чтоб Ты Сказал Вот Какая У меня Несчастная Жизнь Вот У кого Лучше А у меня Несчастная Жизнь Понимаете Вместо Того Чтобы Бороться Вместо Того Чтобы Видеть Грех В себе И Бороться Чтобы Никакое Слово В этом Состоянии Не Не ранило Твоего Ближнего Они же От Избытка Сердца Глаголю Ты Принял Эту Мысль И Ты Терпишь А потом Скажешь Ну Слушайте До Чего Вы Меня Довели Вообще Во Что Вы Превратили Мою Жизнь Вот Как Помните Этот Фильм Неоконченная Пьеса Механического Пианино Мне 33 Года Я Вообще Это Классический Такой Момент Когда Человек Взрыв Такой Вот Это Все Неодовольство Все Это Внутри Все Взорвалось Понимаете Хотя Там Были Люди Такие Красивые Вообще Вот Так Вот И мы С вами Понимаете Вот Как Бы Сказать Вот Идет Какая Внутренняя Борьба Потому Что Если Мы Только Только Ограничиваясь Тем Что Мы Открываем Чинно Молитвослов Прочитываем Но мы Должны Понимать Что За Этим Стоит И Вообще Мы Должны Все Таки Входить Внутрь Себя Мы Должны Углублять Наши Отношения С Богом И Отношения С друг Другом Мы Должны Начинать Учиться Говорить Без Слов Вот Можно Сидеть Вот Сейчас Мы Все Сидим Да Если У нас Будут У всех Хорошие Мысли И В сердце Будет Бог Мы Будем В раю Вот Мы Все Сейчас Вот Так Понимаете Сидим И Горим Слава Богу Мы Все Благодарим Бога За Все Мы Все Очень Ценим Что Мы И Мы Все Понимаете Но Мы Можем По Другому Если Мы Сейчас Все Начнем Вспоминать Все Обиды Все Вообще То Что Нас Кто Нас Обидел Мы Начнем Роптать Мы Ничего Не Будем Говорить Но Здесь Будет Ад И Вот Понимаете Входишь В одну Семью Ну В дом Да И Чувствуешь Что Там Там Есть Жизнь Хотя Ничего Ты Ничего Не Говорит Потому Что Там Живут Люди Которые Учатся Ну Стараются Любить Друг Друга Стараются Жить Понимаете Скромно Но Стараются Ценить Которых Есть Ну Там Есть В этой Квартире Бог Да И Тебе Хорошо Понимаете Ты Согреваешься Да Больше Того Понимаете Вот Человек Умирает На Смертном Адре Лежит Уже Ну Сегодня Завтра Он Отойдет А Ты Говоришь Ой Как Хорошо Можно С вами Посидеть А то Как То Кругом Столько Столько Нежизни Столько Смерти А вот У вас Вы Есть Любовь К Богу Понимаете Вот Я сейчас Немножко Перескажу Что говорила Одна сестра На нашем Собрании Которое Было Воскресенье Вечером Мне очень Понравилось Это Слово И поэтому Так я вам Скажу Что Значит Смысл Такой Она была Сестра Нашего Милосердия Была Попала В больницу Там Очень тяжелое Отделение Где люди Умирали Там Такое Очень Острое Отделение И Пришел Один Сын Одной Слепой Матери Она Слепая И сын Тихонечко Сидел У кровати Матери Спал Там На Подоконничке На матери Надо было Следить Безмолвно Без Без Сяких Слов Он Тихонько Выводил Маму В туалет Помогал Ей Потому что Она не Видит Ничего И он Сказал Вот его Молчание Его Любовь К матери Изменила Всех Кто был В этой Палате Представляете То есть люди Не ругались Тихо Было И действия Такие Что кто-то Помирился С своими Родственниками Кто-то Понимаете Простил Кого-то Вот человек Ничего-то Не говорил Но человек Любил Свою Маму И Ухаживал За ней Скромно Тихо Никто Его не Слышал Не видел Но Все чувствовали Что В этой Палате Есть человек Который Любит Который Живет С Богом Он же не говорил Что я там Православный А я поклоны Ложу Все Вот понимаете Как важно Нам правильно Понять Что нам Нужно делать И на что Нам нужно Ориентироваться Понимаете Я же Да Надо Все Все надо Все что нам Церковь предлагает Все это нужно Но для чего Нам нужно Это Понимаете Не для того Чтоб мы просто Прочитали Столько-то Страниц Молитвослова Прочитали Сделали столько-то Поклонов Отказались От какого-то Это все хорошо Но это Второстепенная Вещь Для того Чтобы Понимаете Смириться Для того Чтобы Восстановить Нашу связь С Богом Понимаете И вот Есть человек Понимаете И ты И ты видишь В этом человеке Красоту Вот приводят К нам Тоже на днях Мальчишку Да И Мамаша Приводит Наверное И тетя была Да И говорят Что его Что его Вообще В колонию Посадить И так И так Господь Может быть Мы его И возьмем Конечно Уже Потому что Там Очень Есть Но Смысл То Понимаете Что ты можешь Услышать Ты можешь Поверить Но надо Понять Вообще Что на самом Деле Понимаете У нас Очень Много Слухов У нас Очень Много Каких-то Домыслов Когда мы Впускаем Грех Этот грех Не просто Стоит Какой-то Картинкой Начинаются Целые Сериалы Этого Греха Мы Додумываем Мы Что-то Понимаете Сочиняем И мы Свою Жизнь Превращаем В Какую-то Понимаете Ну В Какую-то Такую Трагедию Какую-то Понимаете В которой Вообще На самом Деле И нет Мы Сами Себе Режиссеры И вот Если мы Уже Хотим Быть Режиссерами То Надо Режиссировать Хороший Фильм Понимаете Потому что Сейчас Очень Много Искусства Сейчас Очень Понимаете Это Очень Плохо Мне кажется Очень Плохо Смакуется Понимаете Грех И Какая-то Трагедия Какая-то Жестокость И это Так Выставляется Понимаете Как что-то Такое Психологическое Драматическое Понимаете И нету Нету Понимаете Победы Над грехом То есть Какая-то Безнадежность Которая Утверждается И это Считается Таким Высоким Творчеством Понимаете А на самом деле Я говорю Что это не творчество Это просто Человек Наверное Сам он в этом Тупике Он конечно Этот тупик Открывает Для другого Человека Понимаете Чтобы Быть Артистом Художником Да Художником Надо Понимать Для чего ты Что ты хочешь Своим Своим Произведением Своим искусством Да Что ты хочешь Нести людям Понимаете Или ты хочешь Разрушения И оно может Супер Талантливое Понимаете Дошли до страшных Вещей Понимаете Мне говорит Очень хороший человек Верующий Все Ну Говорит Ну Творчество Бывает Разное Там В России Запретили Понимаете Спектакль Где По ходу Действия Там В иконы Кидают Мусор Там Помоями Обливают Я говорю Ну слушайте Так правильно Сделали Что запретили А видите Как говорят Это другие Люди веруют Так это же Это же правда Вот люди же так живут Понимаете И надо это показывать Вот этот грех Да Вот это безобразие Чтобы это все Чтобы это стало нормой жизни Понимаете Это страшно вообще До чего можно дойти Понимаете И вот к чему идет этот мир Да Чтобы это было Чтобы это было нормой жизни Верность Да Верность Семья на чем На верность Если кто-то Из супругов Изменяет Семьи нет Вообще нет Потому что Брак строится На доверии На верность А это считается Нормально Ну давай поживем Как будто Так говорят Понимаете Никаких обязательств Никакой ответственности Никакого И что К чему это ведет Понимаете А что Это дети же впитывают Да Вот мне Понравилось Я пошел Так туда Я пошел Дальше А что дети впитывают Вот так Надо жить Что они И вот эти Понимаете Страшные вещи Поэтому церковь Должна говорить О том О победе Добра О победе Любви И поэтому Для нас Очень важно Вот эти слова Христос воскресе Понимаете Мы Это слова Которые говорят Что Христос победил Смерть И мы должны В эти слова Верить И мы должны Этими словами Жить И поэтому Я говорил Что как Нам с вами Трудно Трудно Очень Вот 39 дней Радоваться О воскресшем Христе Понимаете Я хочу радоваться И тут мне Бах С одной стороны Бах С другой стороны Все Понимаете Обвинили Там Обозвали Обманули Надо радоваться Потому что Христос воскрес Тебя предали Надо радоваться Да Видите Какая мера Наша С вами Этой радости Это надо Перешагнуть Через свое Я Понимаете Перешагнуть И как нам Это сделать Понимаете Мы это не можем Кто может Спастись Да не Спать Если бы мог Человек сам Спастись Это мы тогда Жили По толстому Говорят что Если человек Хочет Хороший Живи Хорошим И не делай Плохого Ничего тебе Не делай Плохого Когда это Когда ты Не понимаешь Что хорошо Что плохо Вообще Ты сначала Да Поэтому Нам нужен Спаситель Нам нужен Поводырь Нам нужен Нам нужна Нужна связь С Богом И эта связь Понимаете Нужно Нужно Не терять И если она Потерялась Надо бежать В храм Надо Становиться На колени Надо просить У Бога Господи Вот я потерял Связь У меня сейчас В сердце Такой бардак У меня в сердце Так муторно Я сейчас В таком Греховном Состоянии Что мне уже Сейчас сорвусь Надо идти И мы тогда Понимаем Для чего храм Понимаете Это больница Это и роддом Это и больница Это и школа Понимаете Где мы Меняемся Но меняемся Понимаете Ведь мы же Мы же не терпеливы Мы хотим Вот пришел И человек стал Я уже хочу быть другим А когда грех Ты трогаешь Ты начинаешь что-то делать Дьявол Действие И есть противодействие И ты чувствуешь Вообще в себе Такие Греховные Мысли Чувства Которые тебя захлестывают Ты думаешь Откуда это Вот от верблюда Понимаете Вот оттуда Да И надо Это прожить И не Не отчаяться Это ад Внутри у меня Но не отчаивайся Я буду с вами Во все дни До скончания Века Понимаете Вот такая у нас с вами Картина Нашей жизни Да Да Поэтому 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 Да Да Сейчас пока Покой нам только Снится Да Если мы Попадем в рай То там будет хорошо Мы даже не знаем Как там будет Но там будет хорошо Надо верить в это Надо верить еще Что мы все с вами Попадем в рай Это очень трудно Очень трудно А что я в раю буду делать А что там будет Интересно будет что-то Что-нибудь вкусненькое Что-нибудь Да нет Там будет непрестанная молитва Вечно С ангелами Вместе с ангелами Будем жить Готовы мы к такой жизни Сегодня Нет Не готовы Но в ад мы тоже не хотим Нам какой-то Вот в каком мы находимся Сегодня Промежуточном Таком состоянии Где мы сегодня Понимаете И не на небе И не на земле Вот понимаете Вот почему человек обречен Мне кажется Что приняв благодать Божию Душа уже Понимаете Будет страдать Она будет страдать Потому что Она уже не сможет Жить как бы Жила до встречи с Богом Она уже будет понимать Что это все неправильно Она может себя обманывать Она может себя Заливать водкой Развлечениями разными Понимаете Ерунду Всем чем угодно Но она понимает Что только Бог может дать Ей настоящую жизнь А чтобы Бог был В твоем сердце Надо чтобы сердце Было открыто Богу Надо чтобы ты Простил Всех кто тебя Обидел и опечалил Надо чтобы ты смирился Надо чтобы ты хотел Хотел Жить Вечно Потому что действительно Иногда Кажется что жить Уже просто невыносимо Когда много очень Проблем Которые И скорбей И болячек Ну много чего Понимаете Каждый это все проживает Понимаете И тут надо Действительно Хотеть жить Бороться за свою жизнь И никто за нас Это не сделает Никакой дяди Никакая тетя Никакой старец Никакой старец Ты сам должен Определить Что ты хочешь Тебе Бог дал Сам свободу И ты должен И ты должен В этой свободе Правильно воспользоваться А если ты Не знаешь Сам чего хочешь Сегодня одного Завтра другого То что тебе Понимаете Что тебе Что Кто Кто тебе Может Помочь И кто тебе Потому что Ты сам Не знаешь И не понимаешь И не хочешь Понимать Что Что нужно Поэтому Когда мы Определили себя Да Вот Меня Бог коснулся Я верю Что вот Только Вот в таком Состоянии Когда в тебе Есть Бог Можно По-настоящему Жить И правильно Видеть Все Это состояние Может быть Очень Кратким В твоей жизни Но ты Уже это Помнишь И ты Несмотря На весь Мрак Который Тебя окружает На все Что Тебя придавливает Ты знаешь Что там Вверху Есть солнце И оно светит И оно греет И оно согревает И твою душу Оно Оно Действительно Без него Ты бы Уже не жил И вот Дождь Ветер Будет Ты знаешь Что солнце Солнце светит Да Но сегодня Я его не вижу Да Тучи Кругом Тучи Тучи Все кругом Мрачно И в какой-то момент Знаете Вдруг Это солнышко Где-то Сколько Облачков Раз Лучит Мы же наблюдаем Такой Когда Очень долго Бывает Такая Мрачная Такая Погода Все это Так Все серые И вдруг Солнечный луч Пробивается И как это Все красиво А потом Раз Опять Тучи Но все-таки Он есть Мы убеждаемся Есть солнце Значит Я правильно Иду Я иду Дальше Знаете Вот такая Наша Наверное Жизнь Бывает Я Может быть У вас По-другому Я просто Говорю Как Я понимаю Сегодня А завтра Может По-другому Буду Понимать Но сегодня Так Понимаю И Слава Богу Что у нас Есть Действительно Этот источник Жизни Это солнце Которое Никто От нас Не закроет Ничто Не закроет У нас Есть Христос Который Действительно Является Главой Святой Церкви Который Действительно Пришел Ради того Чтобы я Жил Вечно Но я Этого Еще Не понимаю И Богу В какой-то Момент Я Я к нему Теряю Доверие Потому что Я думал Будет Все хорошо А стало Все плохо Я думал Что Будет Легко А стало Еще Тяжелее Я думал Что у меня Уже Кончились Вообще Все мои Беды И все Они только Прибавились Ну и вот Тут вот Должно быть Мужество Души Тут должно быть Какое-то Дерзновение Как мы говорили Не дерзость А дерзновение Тут должно быть Какие-то Действительно Шаги Вперед Несмотря Ни на что И Терпение Которого Тоже Не хватает Каждому Из нас Поэтому Конечно Мы с вами В непростой Ситуации Понимаете Чем дальше Чем будет Эта борьба Обостряться Тут не надо Себе ждать Что завтра Будет легче Нет Не будет легче Но мы Должны Набираться Опыта И должны При любых Обстоятельствах Помнить Что Бог Рядом При любых Наших Состояниях Не верить Греху Который Конечно Изнутри Нас Будет Все Время Побуждать Уйти Уйти Куда-то В сторону Где Бога Уже Конечно Никогда Не Не Встретим Никогда Если Мы Уйдем Сойдем С этого Узкого Пути Который Ведет Каждого Из нас К победе Над грехом Над Своим Ветхим Человеком К воскресению Измертым Поэтому Господь Нам и Говорит Иди За мной А я Не хочу У меня Нет сил Я уже Не могу Я Не понимаю Я не знаю Я Не способен Все Это ерунда Понимаете Надо Сказать Что я Не могу Но я Пойду Все равно Я Не хочу Но я Не хочу Но я Не нужно Твое спасение Мне нужна Твоя любовь Понимаете То есть Тут Идет Борьба С плоти И кровью С греховным Естеством Которое Конечно же Человека Не Не поведет Никуда Там Туда Где Там Бога Не будет Куда Поведет Наше Естество Греховное И Поэтому Конечно же Мы с вами Все время Должны Сверять Свой Компас Внутренний Это наверное Наше сердце Сверять И Приходя в храм Мы должны Как бы сказать Ну Дышать Душа Душа Должна Дышать Этим Воздухом В котором Живет Бог Этой Благодатью Божией Она должна Дышать Она должна Получать Ту благодатную Помощь Без которой Конечно же Дальнейшая Борьба Она невозможна С грехом А с грехом Это значит Самим собой И с этим Миром И с дьяволом Знаете Ну как человек Тут только Верить в то Что сила Божия В немощи Совершается Понимаете А так Ничего не получится И когда человек Это поймет Ну наверное Это будет Для этого Нужны годы Когда человек Это усвоит Тогда человек Не будет Тратить силы На какое-то Нытье На какие-то Понимаете Обиды На какие-то Разборки Зачем это надо Кому это надо Мне нужно Помнить о главном Где Бог И что Почему я потерял Сейчас Бога Мне нужно бежать И просить у Бога Помощи Благодати А не говорить И обвинять всех В своих бедах Я должен Иметь ответственность И понимать Что сеешь Что и пожинаешь И никто тебе Не виноват Ни соседи Ни близкие Ни те Кто тебе Что-то хотят сделать Это все Какая-то чушь Человек запутывает Он говорит О, мне сделали Я тут такой Чистый Святой человек А мне что-то сделали Да кто тебе что сделал Ты сам себе Все уже сделал Понимаете Как мастера Маргариты Дьявол пришел На землю А они Уже сами Здесь устроили Такую жизнь Понимаете Дьявол уже Нечего делать Люди Сами Понимаете Сами себе Сами себе построили Свой рай Понимаете Свой рай Только он Не божий рай Избрали своих царей Придумали свои законы Такая ерунда Понимаете Вот этот мир Мировая экономика Вот Христос сказал Как надо жить Вот где Экономика Понимаете Я поэтому тоже Пытаюсь Говорить об этом В нашем мастерских Все время Пытаюсь кричать Что если не будет Бога Ничего не получится Вообще Если не будет любви Если не будет Доверия друг к другу Если не будет Понимаете Смирение То что мы можем сделать Мы только будем Разрушать и разрушать Понимаете И ничего не будет А когда действительно Мы будем внутренне Чувствовать присутствие Божие И будем У Бога спрашивать И смиряться И искать воли Божьей То тогда все могу О укрепляющем меня Иисусе Потому что Неужели Бог не даст мне того Если я хочу сделать что-то хорошее Не даст он этого сделать Неужели Бог меня Обманет И оттолкнет И не примет меня Конечно примет Но для этого Нужно и с нашей стороны Что-то делать Да Понимаете И с нашей стороны Какие-то усилия предпринимать А иначе как Никак Но Видите Несмотря на наши немощи Несмотря на то Что мы На каждом шагу Буксуем Падаем Разбиваемся Мы все-таки Должны вставать И верить Что надо Что мы достигнем Достигнем той цели Которую мы Ставим Перед собой А наша цель Конечно же Спасение нашей Души Вечная жизнь Вот наша цель Больше нет Все ради человека Все ради того Чтобы спасся человек То есть ради меня Господь пришел В этот мир Ради меня Господь Не хочу И как трудно Понимаете Как трудно Богу с нами С нами Так Понимаете Нас учить Уму-разум Какие мы Трудные ученики Но 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 если все-таки Предложить усилия И Бог Все делает Что для того Что мы все-таки Есть надежда Что мы с вами Станем Станем хорошими Учениками И что мы Еще много-много Чему научимся Изменим нашу жизнь И она станет Бога угодной И поэтому У нас Значит Бог нам Там посылает Такие Такие Какие-то Понимаете Подарки Очень такие Важные для нас Укрепляет нас Вот Приезжает Десница Преподобная мученица Елизаветы Очень важно Для нас Понимаете То что мы Все-таки Что Преподобная мученица Нас Благословляет На дальнейшую борьбу На дальнейший труд И не надо Ныть И жалеть себя Поэтому Да Очень важно Для нас Какие-то вот такие И вообще Каждая литургия Это Это уже Понимаете Прорыв в вечную жизнь Причащается В жизнь вечную Каждая литургия Это Это победа Над смертью Как Говорил Один Сербский Современный Богослов Что литургия Это как Атомную бомбу В рай В ад То есть В ад Атомную бомбу И дьявол Конечно От этого Конечно Трепещет Трепещет Поэтому Конечно же Для нас Очень Очень важно Участвовать В этой Великом Священной Действии В этой Тайной Вечере Не просто Стоять Участвовать Принимать Принимать Тело И кровь Христа Исповедоваться И Может быть У нас Не будет Ни сегодня Ни завтра Покаяния Но будет Какой-то Нормальный Трезвый Диалог Который Слезы От того Что Мы Действительно Виноваты Перед Богом И Бог Нас Так Любит А Мы Этого Не Ценим О